Доклады о программе и об уставе Бунт выразил свое желание коренным образом изменить структуру нашей партии. Многие организации высказали несогласие с Бундом, и поэтому мы не можем приступить к серьезной работе съезда, не устранив этих разногласий. Прошу, товарищи, высказывайтесь. Прошу, товарищ Либер, Центральный комитет Бунта. Нужна ли самостоятельная организация еврейского пролетариата? Странный вопрос. Нужно с горечью отметить, что царское правительство выше оценивает результаты нашей работы, нежели наши товарищи. Пусть, пусть нам докажут, что тактика Бунта противоречит принципам интернационального социализма. Товарищ Ленин и его сторонники постоянно говорят нам об общерусских интересах, но они весьма своеобразно их понимают. Сперва вычеркивают из этих интересов все то, что касается пролетариата той или другой нации, а потом думают, что получаемый ими остаток и будет выражать эти общерусские интересы. Я утверждаю, ваша воля будет развиваться до тех пор, пока ваша партия не будет удовлетворять интересы отдельных национальностей. Значит, Бунт желает быть единственным представителем всех рабочих евреев. Товарищ Карский, Тифлистский комитет. Разве интересы еврейского пролетариата в чем-то противоречат интересам пролетарии в других нации в России? Разве не существует ограничительных законов и для других, и народ? Нет, товарищи. А потом надо различать национально и националистическое. Мы с вами знаем, что еврейская нация выдвинула много талантливых людей. Сам Карл Маркс еврей. Но это еще ничего не значит, что он бы захотел быть в рядах Бунта. Я боюсь, я боюсь, что националистические нотки, которые прозвучали здесь, могут разрастись в националистический аккорд. Товарищ с Кавказа обвиняет Бунт в национализме? Но с какой стати? Разве не были мы всегда солидарны в нашей борьбе с русскими рабочими, с поляками, литовцами, с армянами и с грузинами? Хороша солидарность, товарищ Либер. Вы ведь требуете для Бунта особого положения в партии. А это равносильно тому, чтобы выстроить между нами стену и посыпать ее битым стеклом. Ваши словесные трюки, товарищ Штроцкий, может быть, и пользуются успехом. Вы человек остроумный. Товарищ Гоффман, заграничный комитет Бунта. Но они на руку лишь тем, что под видом принятия Бунта в партию, фактически хотели бы его растворить там и подчинить все той же иской. Печально. Эти тенденции сквозили здесь во многих речах. Но еще печальнее, что эти речи были встречены дружными аплодисментами, компактного, я бы сказал, прослушного большинства. Я думаю, что вы понимаете, о каком большинстве я говорил. По поводу компактного большинства. Товарищ Гоффман употребил это выражение нам в упрек. А по-моему, не стыдится. А гордиться мы должны, что на съезде у нас присутствует компактное большинство. И еще больше мы будем гордиться, когда вся наша партия превратится в компактное, компактнейшее большинство. Между нами и Бунтом существует полное отчуждение. И мы не узаконить его должны. Не прикрывать фиговым листком, а бороться с ним. Неужели товарищам Бунтенцам до сих пор непонятно, что провозглашенный нами принцип партийного централизма не приемлет никаких перегородок между центром и отдельными организациями. Объявляется перерыв до завтрашнего утра.